Американское издание The National Interest приводит список самых опасных подводных лодок в мире. И что интересно, три из пяти упомянутых в нем монстров водной стихии родом из России. Приветствую, на связи Ньюс Алтан. Сегодня расскажу про подлодки, которые, к счастью для всего человечества, никогда не использовались в войне. Как совместить интерес к армии и удобную одежду? Зайти на сайт Всемайки. Здесь огромный выбор одежды и аксессуаров с принтами силовых структур и военной техники. Свитшоты, футболки, толстовки. Один и тот же принт можно заказать на разных товарах. Также на сайте есть удобный конструктор для создания своего дизайна. Отличное место, чтобы выбрать подарок на 23 февраля. На Всемайки больше 150 тысяч принтов по разным тематикам. Музыка, игры, кино и другие. Используй промокод ARMY222, переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код. Начнем с американцев. Да, именно США является матерью для двух оставшихся в списке подлодок. И это подводные лодки классов Огайо и Колумбия. Подводная лодка класса Огайо. По словам экспертов, однокорпусные Огайо — это единственный и незаменимый тип стратегических АПЛ с баллистическими ракетами на вооружении флота Америки. Основные тактико-технические характеристики лодки. Скорость. Надводная — 17 узлов. Подводная — 25 узлов. Глубина погружения — 365 метров. Автономность — 80 суток. Экипаж — 155 человек, включая 15 офицеров. Водоизмещение — надводная — 16 746 тонн. Подводная — 18 750 тонн. Длина — 170,7 метра. Ширина — 12,8 метра. Осадка — 11,1 метра. Корпус лодок разделен на четыре отсека. Ракетный отсек является самым большим, что негативно влияет на живучесть корабля. Толщина стенок прочного корпуса составляет 75 миллиметров. Для сравнения, у старого советского «Кальмара» она равна 40 миллиметрам. Энергетическая установка состоит из водо-водяного реактора. Винт вращают две турбины мощностью по 30 тысяч лошадиных сил. Электроэнергию дают два турбогенератора мощностью по 4000 киловатт каждый. На лодке есть резервный грибной электродвигатель мощностью 325 лошадиных сил. А вот резервных движителей, судя по всему, нет. Справка. Движитель — это устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего источника через взаимодействие со средой в полезную работу по перемещению транспортного средства. В нашем случае — подводной лодки. Возможно, их отсутствие хорошо с точки зрения шумности и экономии полезного пространства. Однако с точки зрения безопасности это совсем не есть гуд. Представьте ситуацию, когда подлодка намотает, например, рыбацкую сеть. Чем это для нее закончится? В надводном положении ничего страшного. Придут и спасут, войны-то нет. А вот если лодка поймает что-то грибным винтом на глубине больше 100 метров, то это может иметь самые печальные последствия. Агаио удерживает мировой рекорд по количеству МБР на одном корабле. Их в нем 24 штуки. В данный момент все лодки перевооружены на Трайдент-2, дальность полета которых составляет около 11 тысяч километров. А вот четыре лодки, согласно договору о сокращении ядерных вооружений, переоборудованы в носители томогавков. На лодке четыре торпедных аппарата и 10 торпед МК-48. Аппараты калибром 533 мм расположены по бортам. Четыре лодки переоборудовали под носители крылатых ракет. На борту вместо МБР теперь более 100 крылатых ракет томогавк. На лодке хорошая гидроакустика. Насколько она лучше или хуже советской и российской, непонятно. Однозначно сказать сложно, все секретно. Лодки класса «Агайо» везде преподносятся как самые прекрасные корабли на свете, и это справедливо. На момент появления это был реально крутой корабль. Но время идет, лодки, конечно, модернизируют. Тем не менее, корабли эти хорошие, но уже старенькие. У первых подлодок срок службы достиг уже 42 лет. Чтобы заменить «Агайо», военно-морской флот Соединенных Штатов строит новые судна класса «Колумбия». Основными особенностями подводных лодок «Колумбия», отличающими их от устаревших «Агайо», является увеличенный срок службы до 42 лет за счет применения новых, более надежных корпусных конструкций и элементов. Эксплуатация без перегрузки активной зоны реактора в течение всего срока службы, что значительно сократит время проведения ремонтов. Сейчас такая операция существляется один раз в 10 лет и длится более года. Вооружение усовершенствованными баллистическими ракетами по дальности стрельбы, точности и т.д. Оснащение современным оружием и техническими средствами, что повысит эффективность применения, скрытность и живучесть подводной лодки. Установка водометных движителей и электродвигателей, применение новых типов звукопоглощающего покрытия, совершенствование торпедного и радиотехнического вооружения, внедрение новых средств управления кораблем и оружием и т.п. Общие затраты на строительство подводных лодок Колумбия и обеспечивающей инфраструктуры оценивается около 110 миллиардов долларов. Как вы думаете, друзья, стоит ли шкура выделки? Своё мнение на этот счёт делитесь в комментариях под видео. Проект 955. Подводная лодка класса «Борей». Ввиду высокой секретности, технической информации по кораблям улучшенного проекта «Борей» и класса «Колумбия» мало, но достаточно для небольшого сравнения. Внешние габариты кораблей близки. Длина корпуса в пределах 170-171 метра, максимальный диаметр цилиндрической части от 13,1 до 13,5 метров. У нашего крейсера водоизмещение в надводном положении составляет 14,7, полная подводная – 24 тысячи тонн. Первая цифра для Колумбии – 18 300, вторая – 23 100 тонн. Разница объясняется особенностями архитектуры. Россияне предпочитают традиционную двухкорпусную, американцы – единый прочный корпус. Рабочая глубина погружения и максимальная скорость хода близки и составляют порядка 400 метров и 30 узлов соответственно. Экипаж – 107 и 155 человек, что говорит о существенно более высокой автоматизации отечественных подлодок. Оба типа подводных лодок несут одинаковое число пусковых шахт – 16. Главным калибром АПКР проекта 955-955А выступает твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава» с шестью специальными головными частями индивидуального наведения. Стартовая масса – 37 тонн, дальность полета – порядка 8-9 тысяч километров. Трехступенчатый «Трайдент-2Д-5» длиной 13,6 метра и пусковым весом 59 тонн способен нести блок из 8-12 разводящихся боеголовок, однако из-за ограничений, наложенных соглашениями по сокращению стратегических наступательных вооружений, разрешено ставить максимум шесть. Важнейшей характеристикой субмарины является уровень скрытности. Отечественные атомоходы первого поколения по штурмовым параметрам значительно уступали американским. По мере перехода к следующим поколениям отставание постепенно сокращалось. Обе стороны продолжают настойчивые усилия по снижению уровня физических полей подводных лодок. Сами американцы считают свои субмарины самыми малошумными в мире. Но многие независимые эксперты отмечают значительные достижения российских специалистов в данной области, позволяющие говорить о паритете с Западом. На кораблях проекта «Борей» установлено оборудование, которое отличает низкий уровень шума. Проведена серия мероприятий по снижению шумности, отмечает руководитель компании «Рубин». По его словам, введенная за последние годы в строй подводная техника работает в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней государственным заказчикам. Ее характеристики устраивают военно-морской флот, а сами корабли получают положительные отзывы экипажей. При переходе к «Борей-А» и в дальнейшем «Борей-Б» идет последовательное повышение уровня скрытности наших подводных крейсеров. «Отечественная школа подводного кораблестроения сохранила и развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, судостроителей. Все это в комплексе позволяет идти в ногу с научно-техническим прогрессом, а зачастую и обгонять его на несколько шагов», отметил главком ВМФ России в своей речи на спуске князя Владимира. Подводная лодка класса 667 «БДРМ-Дельфин» в настоящее время составляет костяк российского подводного флота. Его вооружают 16-ю жидкотопливными баллистическими ракетами Р-29РМ У-2 «Синева», каждая из которых может нести от 4 до 8 боеголовок. В отличие от предыдущих вариантов конструкции, «Проект-667» способен вести огонь ракетами в любом направлении, не меняя курса. Он также способен вести огонь баллистическими ракетами с глубины 55 метров при крейсерском движении со скоростью от 6 до 7 узлов. Подводная лодка класса «Ясень», «Проект-885М». Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами класса «Северодвинск» — многоцелевой аппарат. Он может нести 32 ядерных или обычных крылатых ракет 3М-14К «Калибр», которые имеют дальность более 2500 километров. Лодки проекта «885М» представляют угрозу для США. Класс «Ясень» является быстрым и чрезвычайно тихим. При этом имеет мощные датчики, если Управление военно-морской разведки ВМС США верно в свои оценки лодок. Есть все основания полагать, что «Северодвинск» или ее сестра «Казань» могут легко приблизиться на 2000 километров к восточному побережью США и ударить вглубь страны вплоть до Великих озер. А если судно удастся приблизиться на 1000 километров, то оно сможет ударить по Чикаго или даже по Сент-Луису. Разумен ли страх в такой ситуации? Ответ на этот вопрос ждем в комментариях под видео. Там же предлагайте свои темы для новых выпусков. О чем еще вы хотите, чтобы мы вам рассказали? Ну и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До связи!